Ну что, друзья, на этот раз начнём без лишних слов и долгих прелюдий. Буквально вот так сразу насладимся полыхающими скрепными местами ура-патриотов. В Белгородской области, конечно, продолжается просто вот-вот-вот-вот просто. К сожалению, федеральный канал мне не позволяет сказать то, что я бы хотела сказать. Ребята, речь идёт о выживании. Либо мы, либо о нём. Это то, что болит. Это наша общая рана, кровоточащая. И хохлы продолжают лупить, конечно, по Белгородской области. География расширяется. Нет, там не только Шебекина. Меня гнев переполняет. Ой, какой ужас. Без огнетушителя в руках. Даже смотреть страшно. И всем плевать. Если нас тут вообще никого не останется, всем будет плевать. Всё только порадуются празднику. О, вот это истинные ценности. Вот это то, что делает их счастливыми. Потому что они уже не люди, они не люди. И сразу, конечно, возникает простой как дверь вопрос. А что же так сильно огорчило этих крикунов? А ответ он как бы на поверхности. И достаточно чётко его сформулировал идейный новорос Котя Долгов. Такс, где там его тексты о прозрении? Честно признаюсь, я тоже верил в Киев за три дня. Потому что тоже смотрел танковый биатлон и читал новости в федеральных изданиях. Каким же остолопом я был. То есть, что нужно понимать? Главная боль пропагандистов на сегодняшний день – это даже не прилёты по Белгородской области, от которых они все и кукаречные трясут кулачком. Вот вы Шебекина сегодня обстреливаете, а мы долбанём в ответ по местам соотношения заводов, поставляющих на территорию Украины оружие, по местам подготовки украно-нацистской сволочи в Германии, в Англии, надо в Америке, в Польше, в Румынии, в Словакии, во Франции, чтобы ни одна сволочь не могла спать спокойно. Ведь куда страшнее для останкинских балаболов целая пропасть, Марианская впадина между ожиданиями и реальностью. Послушайте, что несли в первые дни войны та же Витязева или Мордан. Сейчас Россия Украину не только демилитаризует, она её параллельно и деморализует. В течение суток почти все сбегут, с баблом и ценностями. Останется кучка упоротых. Демилитаризацию Украины нужно бы закончить до начала Великого Поста. А Пасху вместе со всем русским миром будем встречать уже в Киево-Печерской лавре. Неужели будем Киев брать? Думаю, что да. Судя по всему, цель стоит именно так. То, что казалось фантастикой ещё два дня назад, сегодня выглядит, в общем, вполне себе. И они тогда были искренне счастливы, улыбались, предвкушая, как будут включаться из Киева. А потом обсуждать в студиях, сколько американцы вложили в Украину, а она сдалась быстрее, чем Афганистан. Борисполь. Взлетают самолёт за самолётом, и Зеленский, как афганец, помните, в Кабуре захватился за шасси. Вот Зеленский будет бежать, дверь уже захлопнут, и он будет пытаться дверь на ходу открыть, и тоже на взлёт ему вот сорвётся и упадёт на киевскую землю. Ну а дальше у России по плану пыла НАТО, которая, испугавшись мощи российской армии по требованию Путина, должна была убраться на границе 97-го года. Речь об ультиматуме России по гарантиям безопасности в Евросоюзе. Вся инфраструктура западных партнёров должна вернуться к состоянию 1997-го года. Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997-го года? И народ российский верил, что всё именно так и будет. Соловьёв тогда на всю Ивановскую визжал, что Украина – это всего лишь промежуточный этап. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. А теперь представьте, насколько им обидно, что границы действительно стали двигаться. Вот только не НАТО, а России. Да о чём вообще говорить, если российских солдат уже берут в плен прямо на территории смех державы? Ты вообще кто? Ты по границе? Это я мобилизованный. Судьбой этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедурации. Вот как при такой картинке им объяснять людям, что всё якобы хорошо? Да никак. Поэтому россияне, которые только вот обещали всех прийти и убить… Мы не должны для них быть хорошими, не должны быть для них добрыми. Мы злые ускали, которые всех их придут и убьют. Теперь, как последние терпила, вынужденный Давид на жалость, мол, спасите, помогите, украинцы обстреливают мирных жителей. Эти подлые, абсолютно бессмысленные выходки не имеют никакого стратегического значения и тактического тоже. Продолжают обстрелы. Причём я лично не вижу вообще никакого смысла с точки зрения военной, да, вот этой логики. Они бьют просто уже по частному сектору. Понятно, для чего это делается, да? Для чего? Военного смысла этого нет. Это делается для того, чтобы ты показал вот эти страшные картинки. Для этого и шарашат по несчастному Шебекина и другим населённым пунктам, чтобы посеять в панику. И смотрится это настолько жалко, что разоблачается буквально в соседних студиях. Все эти события происходят по единому замыслу и плану военно-политического руководства Украины. Поэтому, ну, раз произошло такое событие, значит, на это направление, я имею в виду, Грайвера, надо перебрасывать, что… Общевойсковые подразделения, артиллерию, материальные средства, короче говоря, усиливать там прикрытие государственной границы, так или иначе. И действительно, чем больше Чмонь будет воевать под Белгородом, тем меньше их окажется где-нибудь под Авдеевкой. И это достаточно логичный, а главное – эффективный план, сорвать который у России селёнок пока нету. Выяснилось, что сил и средств у нас, в общем-то, недостаточно. Надо, значит, откуда-то брать силы, средства, артиллерию, бронетехнику, авиацию, личный состав мыть. Откуда их взять? Либо с направлений, которые ведут сейчас напряжённые боевые действия на Херсонском, Запорожском, Донецком направлении, либо из резервов вооружённых сил. Откуда бы ни взяли, в целом-то это будет ослаблять основные направления, на которых ведутся вооружёнными силами Российской Федерации сейчас боевые действия. И заметьте, это уже стадия принятия. А за неделю до этого, на стадии гнева, они всей Кукаречной грозились захватить Харьков. А что ещё можно сделать для безопасности территории, особенно в переграничных районах? Харьков присоединит Белгородской области. Вот создать ударный кулак и захреначить Харьковскую область и забрать Харьков от отодвинутой границы. Другого выхода нет, как фактически освобождение Харьковской области для обеспечения безопасности Белгородской области. Теперь же даже напрочь упор от Айвитезева признаёт, что о Харькове в России могут только мечтать. То, что происходит с Белгородской областью, это ужас, это ад. И я так понимаю, что он будет просто продолжаться. Потому что на сегодняшний день действительно, да, единственное, что спасёт Белгородскую область, вернёт ей мир и покой, это взятие Харькова. А до этого ещё, конечно, как до звезды пешком. И глядя на кислые рожи пропагандистов, нельзя не улыбнуться. Как нельзя не улыбнуться, слушая их душевное терзание, когда с одной стороны, вот как Марго Симоньян, они хотят быть жёсткими и беспощадными. Ну вот есть предложение, что прекратились обстрелы Белгородской области присоединить Харьков. Ну тогда же будут обстреливать Харьков. А Харьков уже будет Белгородской областью. Ну тогда нам надо идти до Польши. И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это казус Белии уже для войны, НАТО с Россией. А с другой буквально тут же начинают искать варианты компромисса с Украиной. Божечки, они унижены настолько, что даже готовы провести повторный референдум на территориях, которые уже признали своими. Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Там, остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остаётся. Маргарита, но как же так? Какой референдум? Вы же только что до Польши собирались или уже передумали? А правда в том, что все пропагандисты и чиновники в глубине души понимают, что вот такие очень страшные угрозы. Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению. Режим должен быть уничтожен. Вот эти враги России, они же тире, равно враги русского народа, которые подлежат уничтожению физическому. Никаких переговоров. Никакого мира. Это не что иное, как пустое сотрясание воздуха. И вовсе не потому, что нам так хочется. Нет. Сами послушайте, что на этот счёт говорит депутат Единоросс Затулин. Ещё раз, это депутат от партии власти. Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой, Луганской, народных республик, которые всё это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. То есть Украина была, есть и будет. И никуда не денется. Более того, с этим даже Путин смирился. Останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит? Или нет? Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. Руководство нашей страны, оно, по сути дела, то, что происходит, даёт понять, что оно это понимает. И для Ура-патриотов это очень болезненное признание, которое рушит весь их комфортный маня-мирок. Более того, чем дальше в лес, тем больше будет в эфирах федеральных каналов подобных откровений, особенно в условиях взаимной ненависти и борьбы всех против всех. Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину, чуваковано. Состояние алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприятины. Вот это видео без всякого преувеличения первый гвоздик в гроб путинского рейха. Как минимум потому, что оно чётко даёт понять, в России у государства больше нет монополии на силу. Что ты сделал вчера со своими подчинёнными? Разоружил группу ГБР Чеваковано. Помимо этого, ещё кто был там? Мотострелкова рота. Кто не понял, о чём речь, поясню. Противостояние между Перегожиным с одной стороны и Министерством обороны с другой дошло до того, что вагнеровцы взяли в плен подполковника одной из бригад российской армии. Ещё раз. Российского офицера берут в плен граждане России. Почему ты это сделал? Из-за лишней неприятины. Как твои действия можно охарактеризовать? Виноватым. И что же делает Министерство обороны? Ответ очевиден. Шойгу и Герасимов в очередной раз утираются. А это значит, что в России больше не работает ни Конституция, ни закон. Ну а чтобы сразу все холопы вдруг этого не поняли, Министерство обороны кормит народ настолько упоротыми фейками, что даже Эдик Басурин в золотых времён и тот отдыхает. Давай уже, канашенька, начинай выдавать свои сенсации. Атакующие соединения и войские части вооружённых сил Украины понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на южно-донецком направлении составили более полутора тысяч украинских военнослужащих. Ну ничего себе! Полторы тысячи человек за день! Это сильно! Но пацан же не только по живой силе, но он по технике не мелочится. Он и леопарды сжёг. И, внимание, сотни боевых машин. 28 танков, из них 8 леопардов производства ФРГ, 3 колёсных танка производства Франции и 109 боевых бронированных машин. Но, видимо, в Министерство обороны сами поняли, что их, очевидно, поднимут на смех, а потому, чтобы разделить позор, в бой бросили ещё и революционера Ча Пушилу. Сейчас вот смешной Денис Амономщик об уничтожении леопарда расскажет. Была попытка прорыва и с использованием танка леопарда. Так что произошло? Наши его заптурили. Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый леопард, подтянулось два танка ещё, это самое, украинских. И они вместо того, чтобы отражать атаку, у наших это непосредственно уже начали двигаться, они просто начали из двух орудий уничтожать леопард. Очень правдоподобная история, Денис. Такая же, как и твои легендарные видеоролики с Леней Голубковым. Ну и просто его до неузнаваемости просто расстреляли и просто откатились назад, то есть не вступая даже в бой. Для них было главной целью не допустить попадания танка леопарда в нашем подразделении. Ведь надо быть совсем поехавшим, чтобы поверить, мол, украинские танкисты, рискуя жизнью, будут уничтожать подбитый леопард, а не стрелять по вражеским танкам. И они вместо того, чтобы отражать атаку, они просто начали из двух орудий уничтожать леопард. То есть не доставайся же ты никому. Но это Россия, дедка, тут и не такое едят. Ведь смотрите, какое дело, они ведь могли не выдумывать эти байки, а достать один из тысяч мобильных телефонов и сделать фото этих уничтоженных леопардов. Не надо восьми. Общие потери украинских войск на южно-донецком направлении составили восемь леопардов производства ФРГ. Хотя бы одного. Но, ой, видимо, пленка засветилась, да, Канашенков? А ведь для вас это была бы большая победа. Особенно с учетом того, что на многочисленных ток-шоу пропагандисты уже пару месяцев жгли леопарды ртом. Вроде появился же леопард с польским экипажем. Вроде его реактивной ракетой долбанули, но к себе утащить не успели, ночью те забрали. Так много было анонсов с леопардами, и вроде бы тишина на фронте. Добрались они до Украины. Всякий раз вспоминая слова Аптия Лаудинова, который нам в эфире сказал, что мы бы рады встретить скорее леопард, понимая то вознаграждение, которое получит каждый из солдат за уничтожение. Конечно, все ждут. И ждут, кстати, не только из-за этих денег, вопрос престижа. Появятся, попадем, подожжем, и мы на нем потанцуем. Почему бы не порадовать их пруфом? Может, потому что фотографировать было нечего? Это же касается, внимание, и более четырех сотен самолетов ВСУ, которые лихо уничтожили Канашенко. Всего в вооруженных силах Украины уничтожено 433 самолета. И да, потери в авиации у Украины были. Но когда они говорят людям, что уничтожили почти в четыре раза больше самолетов, чем было у Украины, всего, это значит, что людей они тупо не уважают, считают безмозглым скотом. И вау-сенсация! Спустя полтора года после начала Большой войны даже медийная публика в России не желает мириться с подобной ложью. Я думаю, что барон Минхаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян с такими потерями. А ведь в начале спецоперации в России арестовывали людей за несогласие со сводками Министерства обороны. А Пригоженко вообще слов не подбирают. Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня в сутки на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой, зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дают Коношенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз. Ну же, Шойгу, Герасимов, Золотов! Почему же вы его не арестуете? Наверное, потому же, почему и цельный комбриг в плену у вагнеровцев сидит. И очень зря в Кремле думают, что беспомощность власти можно прикрыть бездарными фейками и пропагандой. Да, возможно, это и работает, но исключительно на коротких дистанциях. Ну а дальше, когда монополии на силу у государства уже нет, для Путина, Шойгу и кооператива Озера все может закончиться очень печально. Причем разберутся с ними не мифические бандеровцы и не войска НАТО, а вчерашние обожатели, которые просто нашли себе нового идола.